Я Федин Андрей Анатольевич, город Королёв, член рабочей партии России, работаю на данный момент оператор станков ЧПО, вступил в рабочую партию России с целью улучшения своего экономического положения. Считаю, что вообще на данный момент сегодня ни один человек, живущий своим трудом, не должен стоять в стороне и наблюдать, как делается политика, как вас обманывают, как с вас высасывают соки, пот и кровь. Так как наше положение усугубляется с каждым днём, с каждым месяцем, с каждым годом. То пенсионный возраст задирает, то продляют рабочее время, то налоги повышает. Единственная перспектива не просто ходить где-то как-то говорить, что вы против, на какие-то митинги, что всё плохо. Что всё плохо, это и так понятно. И нету такого человека, я не знаю такого человека, который был бы доволен сегодняшней жизнью, с сегодняшним экономическим положением. В любой области наших социальных отношений, вообще любых производственных отношений и каких угодно, везде всё плохо. ЖКХ, налоги, на работе, условия труда, постоянно забирают у нас зарплату, забирают вредность у людей, забирают, кто раньше работал на вредности и сейчас работает. Всё усугубляется. Нет улучшений нигде, ни в какой области. Единственная перспектива вступать в рабочую партию России, так как она рабочая, мы все с вами люди труда, и тот, кто живёт своим трудом, это единственная ваша перспектива, которой можно что-то добиться. Также создавать профсоюзы. Да, здесь надо работать, в партии надо учиться, нужно нести какую-то общественную нагрузку, и это вам не рынок. Многие сразу говорят, что я завтра буду с этого иметь, завтра вы с этого, может быть, ничего не будете иметь, но это ваша единственная перспектива, хоть как-то сопротивляться, хоть как-то что-то делать поперёд. Не так, как вам говорят, а то многие делают то, что им просто вдолбили в уши и мечтают раз в 6 лет проснуться вдруг, как Добрын-Негич, Илья Муромец, кто там 33 года спал, а вы 6 лет спали, а вдруг один год пошли на выборы, пошли туда, куда вам сказали, сделали то, что вам сказали, и вдруг ваша жизнь изменится к лучшему. Это какая-то абсолютная глупая идея, это персонификация капитализма в лице какого-то одного человека, царя, людям вдалбливают, что в голову, царя смените, и будет хорошо. Ну, царя вы сменили, а куда сменится вся буржуазия, куда сменятся ваши собственники, ваши наниматели, кто вас нанимает, все, кто не работает, а живёт за счёт вашего пота и крови. Эти люди никуда не денутся, это наниматели, а те, кто там сидят и кому вам показывают, это наёмные люди, они получают зарплату, и зарплату получают только за то, что они делают то, что им говорят. Потому нет никаких альтернатив рабочей партии России, я не вижу. Коммунистическая партия КПРФ, это давно уже, если вы будете учиться в Красном Версете, вы поймёте, что такое вообще коммунизм, коммунист, и что такое вообще партия. Вы после первых же нескольких лекций поймёте, что это мелкобуржуазная партия. Хотя выборы последние показали, она не такая уж и мелкобуржуазная партия, она поддерживает вообще всё буржуазное, и даже выставила на выборы уже не кого-то там из своих, а самого настоящего крупного эксплуататора, это вообще ни в какие ворота не лезет, с коммунизмом, с его идеями, целями и так далее. Так что я вас всех призываю в рабочую партию России, так как это, я считаю, единственная перспектива на данный момент, которая может привести нас всех вместе. По одиночке мы ничего не сможем сделать, но вместе мы придём к очень серьёзным результатам коммунизма. Всё, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...